Мы с вами наделали большое количество заготовок, которые все нам сейчас понадобятся. Ну, во-первых, мы же запрали с вами, что такое АТР, как это вещество устроено и для чего используются клетки. Итак, кто может пришло ответить, зачем грязь обычная АТР используется всеми живыми клетками, начиная с бактерии, кончая с анонсфальными. Каковы задачи этого соединения в любой период? Для хранения энергии. Да, для хранения энергии и для, ну, так сказать, для передачи энергии. Это аденозин и аспад, то есть это поликоаспадная спочка, которая привязана к аденозинам. А аденозин – это просто адемин, соединенный с утюглеродным сахаром. Все чудесно. А вот теперь такая анекдотическая штука. Берем среднего человека и ставим его в среднее условие. Ну и считают, что средний человек имеет массу где-то порядка 70-75 килограмм. В среднем условие, когда он не целые сутки на диване валяется, или в ванне отмокает, но и не бегает, как я не знаю, кросс в течение всего дня. То есть в среднем нагрузке, как по-вашему, за день, какая масса АТР будет синтезирована в его теле. Ну, примерно, понятно, что вы заранее ответа не знаете. Не бойтесь ошибиться. Примерно, да. Средняя. Средняя, ага. Так вот, чему она равна? Килограмм. Средняя масса до среднего человека. Килограмм примерно, да. Человек имеет 70 килограмм. Ясно, что вы 70 килограмм кожи, кости, кожи, волосы и так далее. Какая масса АТР в сутки агелируется? Килограмм. Ага. Поменьше. Ага. Поменьше. Да. Мену 100 грамм. 100 килограмм. Да. На самом деле, даже больше, даже больше, чем 100 килограмм. Вопрос, как же такое возможно? Человек всего весит 70 килограмм, 30 килограмм еды, сзади мелочью не слегкает. Как же так? Как у него может в теле за сутки синтезироваться 100 килограмм? А-а-а. Ваши, ваше, ваше, ваше. Он ее синтезирует и потом быстренько расходует. О, отлично. Смотрите, что происходит. АТР, напоминаю, как встроено. Итак, дальше. Дальше у нас сахар. Дальше у нас адемин. Вот он это. Соединены три подсотных остатка. При какой реакции произойдет выделение энергии? При какой реакции клетка получит порцию энергии? При разъединении. При разъединении одной из полифосфатных связей. Вот так. Кстати, о какой группе реакции будут относиться? Фосфаты сшиты ковалентными связями, то есть общими электронными базами. Как можно отрезать один фосфат от другого? Там же общий электронный опыт. Можно отрезать, а потом подоводить. И с этого, и потом, а сразу. Сразу. Какая эта группа реакций? Как они называются? Если, наверное, сейчас. Как называется реакция разложения с участием воды? Гидролиз. Гидролиз. Совершенно верно. При гидролизе АТФ произойдет выделение единичной порции энергии, которую клетка может использовать. Славно. А во что, какие конечные продукты от этого процесса будут? Вот они. Как это называется? Ну, это просто неорганический фосфат. Это у нас просто фосфорная кислота. Называется биосимия. Такой продукт будет неорганический фосфат. Чтобы не писать временную формулу, обычно его как-то означают. Значок фосфора в кружочке. Если где-нибудь такую запись встречаете, то учтите, это не просто атом фосфора написан, это кратко записан неорганический фосфат. Фосфорная кислота. Хорошо. А вот это как называется? Вот это АТФ. А вот это? АДФ. Аденозим дифосфат. То есть, что произошло? АТФ распался на неорганический фосфат и АДФ. Который может и вот это отрезать. Второй фосфат, а первым тоже можно отрезать. Что при этом произойдет? Какие продукты? Еще энергия будет. Еще энергия будет. Согласен. Атимические продукты? А. Еще один. Вода потребится, это ясно. Еще один фосфат. Еще один фосфат. Только не ДНК ни в коем случае. АМФ. Аденозим монофосфат. Итак, вообще-то, этот процесс можно вывести и дальше. АМФ. Аденозим монофосфата. И получить второй функционер. Ну, надо сказать, что вот эта реакция от клетки происходит очень редко. Как правило, во всех, ну, во всяком случае, тех процессов, которые мы с вами будем обсуждать, клетка довольствуется вот этим. Энергия. И дальше, более глубоко, процесс расщепления ненега. Словно. Вот они. Откоды реакции, за счет которых получена энергия. Что обычно клетка делает с откодами? Выбрасывает. Будет ли клетка выбрасывать эти откоды? Нет, нет. Потому что она ее возьмет, поскольку она ее соединит. Именно так. Именно так. Вот клетка. В этом месте идет процесс, требующий энергии. Допустим, она растет. Или она вот сюда высовывает с откодами. Или здесь происходит работа предупрежденных рецепторов, распознающих кого-то вещество. Для всех этих процессов нужна энергия. Значит, клетка сюда передает АТФ. И здесь АТФ разлагается на АТФ плюс асфальт. Но клетка ни в коем случае откод не будет запрашивать. Она их переведет в транспортную систему, в то место, где сидят окислительные ферменты. Окислительные ферменты ведут окисление, самая разная органика. И при этих процессах энергия выделяется. Зачем эту энергию используют? Для того, чтобы приезжать к АТФ АТФ и что получим в результате? АТФ. АТФ. И при необходимости эту, этот АТФ можно передать в ту зону, где нужно энергию выделить. Итак, распалывать систему на две зоны. Розовая зона и глупая зона. Скажите, пожалуйста, в глупой зоне, там, где происходит синтез АТФ, синтез АТФ, это процесс, который идет с выделением энергии или с затратой энергии. Затратой. Затратой клетка тратит. А вот розовая зона, этот процесс будет идти с выделением энергии или с затратой энергии? С выделением. С выделением. Вот эту выделенную энергию клетка будет использовать. Зачем нужно деление на такие зоны? Помните пример с тем, как мы будем варить суп на дачу, используя разные виды топлива. Ну, удобно ли варить суп на динамитном шаре? Нет. Не очень. Не экономно. Не экономно в смысле количество голов, рук, глаз, нос. Это такой расточительный способ. Потому что головы теряются только так. Что будет, если в месте, где нужна энергия, клетка использует нестандартную энергетическую порцию, а проведет какой-нибудь кислительный процесс, который даст море энергию. Вот возьмут и окислят, допустим, водорожку с вароном. В этом процессе энергия выделяется просто немедленно. Ну и что будет? А ничего хорошего. Этот кусочек клетки просто вскипит. А эти клетки надо? Ну, зачем? Совершенно не надо. При изменении температуры, что будет со всеми окружающими ферментами? Они просто будут устроить все. Клетка себя убила. Поэтому во всех своих жизненных процессах клетка пользуется только стандартными порциями энергии. Ну, это примерно так же, как... Какое напряжение у нас веке? 220 вольт. 220 вольт. Ну, а почему не 100-500 вольт? Это мощное напряжение. Зачем столько? Прежде всего. Так? Дальше не всякое оборудование отделов выдержит. Нужно 20-20 вольт. Да. Угроза для жизни, для пользователя, возрастет многократно. Зачем это гигантомания? Хорошо. А почему не 3 вольта? Да, очень мало. Мало, не хватит. Целый ряд процессов вы просто не сможете вести. Возвращение электричества сложнее, потому что на самом деле электрический ток имеет несколько характеристик. И кроме напряжения, важна еще сила тока, которая ведет в системе. Так? Но этот пример я привел для того, чтобы вы хотя бы примерно поняли, что сложную систему выгодно использовать не любые характеристики, выживающиеся энергии, а какие? Особенно. Конкретные. Конкретные. Если уж мы вот такую валюту назначили, вот наша единица, все процессы будут рассчитываться, исходя из этих единиц. Так. Хорошо. Сделали. Ну и теперь возвращаемся. Откуда же берется 100 килограмм АТФ за сутки в теле человека? 5 человек. Какая-то большая единица. Ну вот такой человек. Ему не повезло с головой. Всякие люди бывают. Вот такой человек. Вопрос. Вам было сказано, что за сутки в синтезированном его теле 100 килограмм АТФ? Да запросто. Они синтезированы и дальше сутки. Сутки в него. Расщепленные, а потом снова синтезируют. Ага. Допустим, у него в теле, во всех клетках вместе, всего полкило АТФ. Отлично. Вот они и есть. Да? Это полкило АТФ расщепилось, а потом снова синтезировалось. Расщепилось и снова синтезировалось. Чтобы набрать 200 килограмм на синтезе, сколько раз эти полкило должны... 100 килограмм, да? Сотни килограмм. 200 раз. Всего 200 раз. Всего 200 раз. Должен пройти процесс круговорота АТФ, и, пожалуйста, у вас в засудке сильно синтезировано 100 килограмм, это вещество. А реально у вас, конечно, больше сотни раз оборотов нет. С АТФ более-менее понятно? Да. Ладно. Спасибо. Спасибо.